Главное, оставайтесь в Кузбассе. Такое напутствие дали самым талантливым начинающим специалистам в области информационных технологий. В Кемерове подвели итоги IT-олимпиады, которую проводила компания GoodLine. Победители получили подарки, самые ценные из которых – возможность трудоустроиться. Со счастливчиками познакомилась наша съемочная группа. Студенты и даже школьники – это соревнования исключительно для молодых. Участникам IT-олимпиады от 16 до 22 лет. Организаторы недаром выбрали именно такую возрастную категорию. Говорят, в столь юном возрасте люди стремятся к знаниям. Егору, например, 18. В Олимпиаде он участвует в третий раз в номинации «Блогинг». Это очень близкая мне номинация, потому что помимо прошлого и этого года, я еще и в позапрошлом, то есть в самой первой Олимпиаде участвовал, именно тогда я занял первое место. Решил повторить успех, так сказать. Этот мужчина не вписывается в общую картину. Возрастной ценз явно не проходит. Но заветный приз в руках. Оказывается, Владимир Никитович приехал из Белова получить награду вместо сына Димы. Неделю назад парень оторвался от компьютера и отправился постигать военные науки. В армии подаренный Wi-Fi роутер ему вряд ли понадобится. Зато отец горд. Ведь это он еще, когда Дима был маленьким, заметил у него способности к компьютерным технологиям. Тогда еще идти в виде магнитофона, и он уже... Мы вручную переключали, и он спокойно на кнопку сам доставил. Главный приз – планшетный компьютер. Организаторы Олимпиады, компания GoodLine, впрочем, считают, что ребят привлек не только он. Победители получили возможность пройти стажировку в крупных компаниях города и области. Некоторым даже посчастливилось трудоустроиться. Компания GoodLine – флагман IT-рынка, вообще IT-технологий в Кузбассе. Здесь очень мало технологических IT-компаний, и мы одна из немногих. И, по большому счету, мы считаем своим долгом, моральной обязанностью растить смену. В этом году у нас поучаствовало 175 человек. Это больше, чем в предыдущем году, и количество участников у нас увеличивается. Особенно приятен тот факт, что есть участники со всех городов Кемеровской области. IT-олимпиада проводится уже третий год подряд. Компания GoodLine и партнеры находят молодежь, способную и стремящуюся к знаниям. В следующем году, разумеется, традицию собираются продолжить. Ведь, как известно, настоящим талантам надо помогать. Борис Афанасьев, Наталья Токмагашева, Сергей Юрин. Новости моего города. Как несостоявшийся конец света встретили на родине индейцев. Индейцев майя узнаете, если досмотрите выпуска до конца. А сейчас смотрите. Алло, Дед Мороз вас слушает. Сегодня в Кемерове на звонки жителей области ответил главный хозяин Нового года. 30 лет и 4 года. В Кемерове стартовал всероссийский турнир по легкоатлетическим многоборьям. На главной площади областного центра сегодня достроили снежный городок. Правда, название его весьма условно. Горки и фигуры уже давно делают не из снега, а преимущественно изо льда. Возведение городка в этом году задержалось на несколько дней из-за сильных морозов. Строительство должно было завершиться уже к середине декабря. Но с сегодняшнего вечера горожане и гости областного центра могут прогуляться по преобразившейся площади и посмотреть на все семь чудес Кузбасса, соединенные с символической светодинамичной рекой, объединяющей города и эпохи. Здесь есть ледовые композиции, изображающие знаковые места области. Поднебесные зубья, золотая шория. Покататься можно с горок Кузнецкая крепость, Томская писаница. А для самых маленьких приготовили лабиринт Азазская пещера. Лабиринт с фигуркой Йети для малышей. Понятно, что у нас Йети – это такой персонаж в Кузбассе, которого никто не видел, но все о нем говорят. И, конечно, нам хотелось бы показать малышам нашим, как он выглядит во льду. Театр, как известно, начинается с вешалки, а новогодний спектакль с интермедией. Так называется мини-постановка в фойе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Что же это за жанр такой «Детей у ёлки» веселить? Смотрите в нашем сюжете. Помните старый анекдот, когда артиста провинциального театра пригласили сниматься в Голливуд? А он отказался, потому что у него ёлки. И это не только спектакли, но и новогодние интермедии, которые сочиняют сами артисты. Причем стараются, придумывают истории, конфликты. В театре для детей и молодежи, например, в этом году Деда Мороза не взлюбили и отправили куда подальше. В отпуск. С силами и стараниями сценариста Светланы Лопиной. Почему не люблю? Я, наоборот, его жалею. У него много работы, ему нужно отдохнуть. Поэтому мы его отправили. Конфликта у нас тут как такового нет. Такая бесконфликтная интермедия. Мы просто ищем Деда Мороза. Он отдохнул и вернулся. Все хорошо. Ну а пока Дед Мороз отдыхает, актеры за него работают. Каждая интермедия наполнена персонажами. Для них, так же, как и для спектакля, шьются костюмы, проходят репетиции. Жаль только, что современная ребятня редко наряжается в карнавальные костюмы. Закон школьной психологии срабатывает и в театре. Чтобы на уроке дети сидели смирно, они должны нарезвиться на перемене. И на интермедии с детьми играют, бегают, прыгают. Интермедии – это не только шумно и весело. Это очень трудно. У Ёлки собирается около 200 детей, готовых веселиться и баловаться. И актерам нужно умудриться и внимание их удержать, и порядок сохранить. И чтобы никто в толпе не пострадал. Поэтому пахота на таких интермедиях – великолепная актерская школа, которую проходят все артисты. Раз, два, три, ёлочки, один. Но есть и незыблемые каноны всех интермедий. В финале обязательно появляется Дед Мороз. Зажигает огоньки и ёлки и дарит подарки. У дедушки тоже напряжённый график. Вопреки уже современному анекдоту, который утверждает, что хорошо работает Дедом Морозом, у него график сутки через 364. Дед Мороз трудится круглый год. Выходных у него почти нет. Да и зачем Дед Морозу выходные? Ему же всё это в радость. Дед Мороз готовит подарки детям, читает письма. Готовится эмоционально принимать и встречать гостей. И сам ходить в гости. Готовит подарки, а потом приходит. Вот я уже нынче с 10 числа начал раздаривать подарки своим маленьким друзьям. А после интермедии актёры голопом бегут на сцену играть спектакль. И так три раза в день до 31 декабря. В начале января история продолжается, но никто не жалуется. Потому что есть такая профессия. Праздник людям дарить. Ксения Ерёменко, Людмила Казаченко, Сергей Юрин. Новости моего города. За 10 дней до празднования Нового года кузбасский Дед Мороз отложил все срочные дела и пришёл на прямую линию пообщаться с жителями области. Он не только отвечал на вопросы и пел, но и дозором обошёл редакционные офисы, пообщался со взрослыми, которые тоже дети. Точнее, увеличенная их копия. Мечты главный кузбасский Дед Мороз тоже выполнял с помощью своего волшебного посоха. Вопросов для него, как и желаний, было предостаточно. И о том, какой его любимый вид спорта. На что был дан ответ – активная ходьба с посохом и мешком. Или что делать, если внуки просят подарить невозможные подарки. Или какая зарплата у Деда Мороза. Но главная тема, конечно, морозы. Белобородый шутник признался, что это его проказы, чтобы кузбассовцы закалялись и поменьше болели. И добавил. Это у меня зимой споры происходят постоянно. Она начинает снег наметать, а мне в это время он не нужен. Я начинаю деревья покрывать снегом инием, как в той песенке, чтобы ёлочки не замёрзли. А на ветер нагонит, сгонит снег. Вот и начинаю лютовать вместе с ней спорить. Вот из этого морозы и возникают. Бездарности пробиваются сами, а вот талантам нужно помогать. Уверенные в Кемсоцинбанке. Ежегодно его сотрудники проводят конкурс юных литераторов и художников, для победителей которого устраивается большой праздник с награждениями и вручением денежных премий. Наша съёмочная группа побывала на торжестве. Со всей области на подведение итогов конкурса с уютным названием «Гнёздышко» слетелись талантливые дети. Пока действо на сцене ещё не началось, им есть чем себя занять. Прямо в зрительном зале на мастер-классе каждый присутствующий может оставить свой штрих в картине. И решение тоже приняли вместе. На полотне должна быть ласточка – символ конкурса. Наша задача – помочь увидеть детей. Чтобы вы их увидели. И вот если вы увидели здесь что-то хорошее, может быть, глядишь, вы кого-то пригласите к себе, какой-то коллектив, вот чьи-то слова вас тронули, вы в каком-то произведении это отразите, куда-то позовёте. И этот человечек уже начал свой жизненный путь. Вот наша задача в этом – чтобы их увидели. Чтобы птенцы вылетели из гнезда. Разве может быть мероприятие официальным, если большинство его участников – дети? А между тем, финалу конкурса предшествовала долгая, кропотливая работа. Плоды своего творчества, прозаические произведения, стихотворения, картины, проекта декоративно-прикладного искусства ребята присылали на суд жюри. В каждой из номинаций из десятков работ профессиональная экспертная комиссия выбирала самые перспективные. Камни имеют особые свойства, людям не смело внушают геройство, дарят здоровье людям больным, здоровье становится просто стальным. Награды талантливым ребятам вручали известные кузбасские деятели искусства, главный режиссёр театра для детей и молодёжи Ирина Латынникова, заслуженный художник России Андрей Дрозд, поэт Сергей Донбай, а также преподаватели Университета культуры и искусств, в стенах которого в этом году конкурс свил своё гнёздышко. Мы очень рассчитываем, что стены нашего университета откроются для этих детей, что эти дети обязательно придут в качестве абитуриентов, станут талантливыми выпускниками, мастерами и будут прославлять кузбасс и нашу Россию в творчестве, в искусстве, проявляя своё мастерство. Десятиклассница из Новокузнецка Даша Никулина пока всерьёз не задумывается о будущем в УЗИ. На данный момент наслаждается школьной жизнью, любит рисовать и дарить подарки. Организаторам конкурса преподнесла свою картину по мотивам творчества Сальвадора Дали. Для самого банка, вдохновляясь его девизами, я создала картину. Девиз «Есть! Здесь время работает на вас». И я нарисовала циферблат в виде шестерёнок. Ну, я думаю, что это довольно футуристично. Премию творческим ребятишкам Кемсоцинбанк вручает уже четвёртый год подряд. В этот раз церемония награждения очень символично выпала на предновогоднее время, когда каждый ребёнок верит в мечту и кому, как не взрослым, сделать так, чтобы всё самое заветное и доброе сбывалось. Алексей Поляков, Елена Мешкова, Клим Мурашкин. Новости моего города. А теперь новости спорта. 34-й раз подряд Кемерово принимает всероссийские соревнования по легкоатлетическим многоборьям. Более ста спортсменов от Смоленска до Владивостока приехали в Кузбасс, чтобы проверить силы перед зимним соревновательным сезоном. За первым днём престижного турнира наблюдала Татьяна Савельева. Тренер из Новокузнецка Сергей Хайлов на этих соревнованиях сразу в нескольких ролях наставника, оператора, мужа и отца. Он внимательно наблюдает за тем, как его супруга, легкоатлетка Светлана Ладохина, вновь пытается покорить пьедестал. После перерыва, связанного с рождением ребёнка, она решила вернуться в спорт. Для неё этот старт первым в многоборье. Поддерживает маму и восьмимесячный Егор, который познакомился с лёгкой атлетикой, когда ему исполнился месяц. За маму болеем. Пока, правда, спим. Барьеры посмотрели. Высоту просмотрит. Эх, мама у нас не получилась вторая попытка. Будем на третью надеяться. Она уже молодец. Сама себе похлопала, значит, довольна. Спортсмен из Иркутска Михаил Лагвиненко занимается лёгкой атлетикой уже 20 лет. На всероссийский турнир в Кузбасс он приезжает с 98-го года. Результаты сейчас, в принципе, как бы его особо высокого результата не должно быть, так как это начало сезона, только зимнего. Все ориентиры идут на чемпионат России, который будет в феврале месяца в Волгограде. На результаты спортсменов влияет не только то, что это один из первых стартов зимнего сезона, но и погода за окном. Конечно, атлеты утепляются и активно разминаются перед состязаниями. Но природа берёт своё. Результаты на выносливость, конечно, чуть слабее всегда. Ну и так, наверное, некоторым зябко, которой люди никогда такого не было, что со Смоленска приехали, с Владивостока, а таких холодов нет. Им, конечно, непривычно это. Три соревновательных дня, больше сотни спортсменов из разных городов страны и история, которая насчитывает больше 30 лет. Всероссийский турнир по легкоатлетическим многоборьям – это возможность каждый год пробовать свои силы и заявлять о себе. Татьяна Савельева, Сергей Юрин. Новости моего города. Новости О'Сейсерка. Новости О'Сейсерка. Новости О'Сейсерке. Продолжение следует...